Приветствую вас! Вам, на мой взгляд, можно двигаться в двух направлениях. Здесь, в данной ситуации. Первое направление – это развитие доверия со своим мужчиной, со своим парнем. То есть, может быть, это посвящение его в проблемы, которые у вас есть. Ну, то есть, донесение до него ваших идей о том, что вы боитесь определенных вещей. Соответственно, выработать к этому некое отношение. Вот, чтобы он знал, чтобы он знал, что вы боитесь, чтобы он знал, что у вас есть такой пунктик, что у вас есть такая проблема. Вот. Ну, может быть, относился к этому спокойно, с пониманием. И, может быть, дал бы вам какую-то связь обратную с тем, чтобы вы могли, например, успокоиться, чтобы вы могли, например, себя лучше понять. Чтобы вы могли лучше себя прочувствовать. Вот. Его прочувствовать и понять тоже. Возможно, вам будет спокойнее, если вы выйдете за него замуж. То есть, вот, это работа именно, вот, в таком направлении, это работа именно, вот, именно в том направлении, которое касается создания наиболее благоприятных обстоятельств для ваших отношений. Вот. Ну, для вас, в том числе, тоже, безусловно. Вот. Ну, это при условии, если у вас есть какие-то, вот, условия, да, при которых вы бы чувствовали себя лучше. То есть, это условия, при которых вам было бы спокойнее, и вы бы не боялись. То есть, вот тут, нужно, нужно быть максимально, максимально, значит, внимательным, да, потому что от этого зависит многое, достаточно. Вот. В том числе и ваше будущее в отношениях не только с мужчиной, да, ну, вот этим, вот этим мужчиной, но и будущее вообще. Ваше будущее как человека, как личности, да. Вот. Это, собственно говоря, первый момент. Значит, здесь вы просто стараетесь реализовать все удобные для вас условия, выстраивая отношения с мужчиной по, ну, по принципу стремления сделать друг друга счастливыми. То есть, вам нужно что-то для счастья, да, ну, чтобы вы чувствовали себя спокойно, ну, и ему, соответственно, тоже нужно что-то, чтобы он чувствовал себя хорошо и спокойно. Если у вас нет четких оснований и условий для того, чтобы страх ушел, то есть, вот, нет, грубо говоря, такого сценария, пока нет. То есть, вот, конечно, с этим сценарием тоже можно работать, безусловно, потому что, ну, это тоже негативный аспект. Но, но, тем не менее, тем не менее, тем не менее. То есть, нужно понять проблемой, то в таком случае, конечно, нужно работать именно со страхами, и, как правило, здесь люди совершают, ну, на мой взгляд, одну очень важную ошибку. Они хотят избавиться, они хотят избавиться от страхов, они хотят избавиться от опасений, а при этом не понимая, что избавляться как раз не нужно. То есть нужно не избавляться от страхов. Ага, нужно наоборот их раскрыть. Что стоит за этим чувством, чего вы боитесь, откуда страх боли, с чем он связан, откуда страх беременности, да, то есть вот опять же, какие чувства связаны с этим у вас, да, ну какие чувства связаны с чувством страха, вот, как давно оно появилось, понимаете. Как правило, как правило, страх появляется тогда, когда есть у человека установка, что то, что он хочет сделать, это плохо. То есть страх это защита, да, страх это защита. То есть мы боимся того, чего мы в принципе хотели бы, но тебе запрещали, да, и мы боимся того, что как нам показали является чем-то плохим, негативным, ужасным и так далее. Ну, я так думаю, что вам, соответственно, в детстве запрещали вести активную, самостоятельную жизнь, и в том числе и интимную, вот. что пугали тем, что мы забеременеете, тем, что будете одна, тем, что секс, например, это плохо, тем, что порядочные девушки не занимаются сексом, да, что порядочные девушки не беременеют, а, ну, как-то вот быстро, да, вот. И, собственно, это все и привело в итоге к тому, что вы боитесь, вот. Обязательно говорили, говорили, что это больно, что это, вот, что может быть это ужасно, страшно и так далее. То есть весь опыт, весь опыт своего родителя, да, весь опыт ваших родителей. А вы, по сути дела, переняли. И, в общем-то, он, именно опыт установки родителей и их цели. И, и, не мешают вам быть собой в отношениях. Понимаете? Понимаете? Какая история. И, я думаю, что обращение к источнику страха, к чувствам, к ним, к чувствам стоящим за ним, за страх, да, ну, могло бы вам помочь. Могло бы вам помочь решить ваши проблемы. Вот. Страх – это детское состояние. Соответственно, я так подозреваю, что, поскольку состояние это детское, то в детстве, вами, вами было получено такое вот, ну, в детстве вы получили такое, значит, указание, да, если можно так выразить такое указание, вот, от своих родителей. И приняли его целиком и полностью, да, приняли его безоговорочно, для того, чтобы, ну, родители были ваши довольны. Вот. Сейчас вы живете по устаревшим нормам, по устаревшим шаблонам, вот, и для того, чтобы освободиться от этого, нужно все-таки понять, чего же ваши родители вообще для вас хотели. Вот. Ну, и, конечно, как вот в психологии принято говорить, да, нужно увидеть момент вашего решения, когда вы решили бояться, что бы что. А вот вы пишете, что делать, да, уважаемые на них, а сформируете для себя цель, что делать, чтобы что. Что делать, чтобы более, более раскрепощенно, например, вести себя с мужчиной? Это одно. Что делать, если вы хотите создать крепкую семью, например, с ним, да, с мужчиной? Это другое. Понимаете? То есть, эээ, нужно определиться с целью. Вот. А до этого, как я уже сказал, нужно собрать больше информации о вас. Вот. Очень часто, очень часто, очень часто ситуации помогает такой аспект. Посмотрите, чем для вас выгоден страх. Вот то, что вы боитесь, тема для вас выгодна. Чем выгодно бояться? Что дает вам? А, вот, именно. Что дает вам именно, вот, то, что вы боитесь? Подумайте об этом. Подумайте об этом. Я уверен, что многие вещи, многие вещи для вас станут куда более понятны. Не исключено так же, не исключено так же, что вы, вероятно, идеализируйте отношения. Идеализируйте отношения, например, с своим молодым человеком. Идеализируйте. То есть, вот, хотите именно романтики. Вы отказываетесь, например, считать в глубине души, отказываетесь считать, что романтика это, ну, в том числе и секс. Вы говорите, что мы в отношениях 3 месяца это большой срок. То есть, понимаете, вот, вы говорите о том, что это большой срок. О чем вы говорите? Вы не говорите о том, например, что я его, я его хочу. Допустим. Ну, хочу своего молодого человека. Поэтому вы не говорите. То есть, вы говорите, что срок большой, как бы надо. Как бы надо. Но кому надо? Здесь, скорее всего, опять вступает в дело ваши догматические установки, которые не позволяют вам чувствовать себя свободно. Вот. Ну, соответственно, как вы, я надеюсь, понимаете, цель состоит в том, чтобы избавиться от этих самых чудов. Возможно, придется вам окунуться в свое прошлое в детство. Посмотреть на тот опыт, который вы получили в жизни. Переосмыслить его. Переоценить его. И тогда ситуация вполне может для вас разрешиться позитивно. Вот. Возможен и такой момент, что в глубине души вы считаете себя отношений недостойных. И ведете себя так специально, чтобы отпугнуть молодого человека, чтобы он от вас ушел. и чтобы вы остались одна, подтвердив свою экзистенциальную позицию о том, что вы недостойны отношений. Вообще, экзистенциальная позиция, связанная с представлением о себе и своей роли в мире, например, людей, да, в мире отношений, а вообще в мире, вот, очень важно. Потому что многие действия человек выполняет именно, именно руководствуясь вот этой самой экзистенциальной позиции, мировоззрительной позиции о себе. Со драком работают индивидуально, со драком работают на уровне ассоциаций, на уровне возрастной регрессии, вот. И со драком практически невозможно работать, ну, вот, в такой форме, какой вы предлагаете, да. То есть, ну, вот смотрите, смотрите сам. Если, если, значит, мы вам, например, скажем, да, что, вот, вот, вот. Вы спрашиваете, да, что делать. И мы вам скажем, ну, на индивидуальную терапию к психологу записывайтесь и работайте. Вот. Что вы будете делать? Будете работать? Как вот, ну, как вы вот сами думаете? Это профессиональная рекомендация. Обратиться к психологу, где я с ними работать. Если вы хотите результата. Конечно. Вот. На этом все. Я надеюсь, что помог вам. Понимаю, что небольшой ответ получился, наверное, малоинформативный. Вот. Но здесь все дело в том, что вы слишком мало предоставили о себе информацию тоже. А без информации, которую можно анализировать, нельзя давать вам какие-либо рекомендации. Но если помните, в начале своего ответа я высказал два вектора вашего поведения, которое вы сейчас можете продвигать. И мне, и думается мне, думается мне, что именно их, этих векторов поведения вам и нужно придерживаться. То есть выбрать, выбрать для себя, выбрать для себя один из векторов. Вот вы и так же говорите, что вам делать. Что делать, чтобы что? Выберите для себя цель. Без цели и без вектора поведенческого невозможно к чему-либо прийти и невозможно что-либо делать. Может быть вы и вопрос свой задали в тайной надежде, что вам никто не даст позитивных ответов. И вы сможете, по сути дела, остаться в том же состоянии. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.